Трудные места Священного Писания с библейским порталом Экзегет Книга Притчи, 12 глава, 9 стих Я прочитаю перевод российского библейского общества, в котором я сам принимал участие Лучше в простоте да со слугой, чем со спесью да без крошки хлеба Есть вариант перевода, он отмечен здесь в примечании Всего с одним слугой Лучше в простоте всего с одним слугой, а не с большим штатом слуг И лучше в простоте сам себе слуга Так хочется перевести сам себе слуга Вот простой человек, и у него нет прислуги А какой же он простой, если у него всего один слуга У меня, вы знаете, вот ни одного слуги нет и никогда не было Я думаю, что большинство из вас тоже И вообще как-то это, чтобы слуга был, чтобы он там убирал за тобой Не знаю, подносил тебе все, рабовладение какое-то Тем более, что слово слуга и раб, на самом деле одно и то же слово То есть хорошо быть простым человеком, всего с одним рабом Ну, лучше, конечно, чтобы у тебя их было сто Но если хотя бы один есть, уже ты достаточно себя обеспечил Сегодня это какой-то кошмар Поэтому мы переводим сам себе слуга Да вы знаете, вот все-таки библейский текст, пожалуй, что не подразумевает такой ситуации Тогда что получается? Что книга притча оправдывает рабство Или, по крайней мере, эксплуатацию человека человеком Мы можем, конечно, говорить, что слуга это тоже почетно Что это на самом деле не унижение, а просто такая работа Но это в современном мире может быть так И какой-нибудь человек, занятый обслуживающей работой Может быть вполне состоятельным и довольным Но в древнем мире это точно совершенно некий раб Который должен прислуживать своему господину Но почему тогда сравнивается здесь слуга С тем, у кого есть спесь, но нет ни крошки хлеба А вот здесь слуга это признак зажиточности Вот что у современного человека есть Если он, ну, такой, не богач, но твердо стоящий на ногах Ну, квартира, машина не обязательно Но если есть машина, значит, уже вообще все неплохо Если есть дача, вообще хорошо Вот, собственно, тогда это был один раб Хотя бы один Почему бы не осудить рабство? Почему бы не сказать, что вот вообще-то лучше быть самому себе слугой? Так можно это прочитать, еще раз говорю Но, мне кажется, это современное прочтение, вчитанное в древний текст Потому что из нашей сегодняшней реальности мы не хотим видеть здесь никаких рабов Но, видимо, потому что здесь не идет речь про рабовладение Не идет речь про то, хорошо ли человеку эксплуатировать других людей или нет А речь идет, вот, знаете, такой есть Такая живописная картина «Завтрак аристократа», да? Где в нищете фактически человек с какой-то вот явно аристократической внешностью И породистым каким-то там гардеробом Он прячет те жалкие крохи, которые он вынужден есть на завтрак, потому что нет денег Вот это ровно об этом, да? То есть сравниваются два человека У одного, простите, понтов очень много А у другого все относительно хорошо и даже есть слуга И надо понимать, что книга-притч, она на очень простых примерах Она не рассказывает об идеальном устройстве человеческого общества А скорее она показывает вот некоторые соотношения разных вещей в мире Вот бывает такая надменность при полном отсутствии денег А бывает скромная самодостаточность И вот второе гораздо лучше, хотя многие люди предпочитают первое Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok